В области стартовал федеральный проект «Тренер». Программу организует Общероссийский народный фронт. Она уже работает в ряде регионов страны. Ее цель – помогать трудным подросткам социализироваться через спорт. В островном регионе в рамках проекта дебютировал детский дом в селе Троицком. Его воспитанники уже посетили занятия по двум видам спорта. На одной из тренировок побывал мой коллега. Ребятам из Троицкого детдома повезло. Они стали первыми в области, кто опробовал программу «Тренер». Конкретно эти девять мальчишек – ученики седьмых-восьмых классов. Выбрали плавание. Заниматься им предложили в школе водных видов спорта при Аквасити. Вступительная тренировка начинается с инструктажа по технике безопасности. И только потом – заход в воду. Это, в принципе, жизненно необходимый навык, который должен освоить. Сегодня дети пришли на первую тренировку, чтобы ознакомиться, что такое вода. То есть, понять, как нужно вообще себя вести в ней. Ребята рассказывают, в детском доме у них всегда на выбор множество активностей. Позаниматься плаванием или чем-то околоводным давали возможности раньше. Но впервые на таком высоком, профессиональном уровне. Впереди у мальчишек несколько месяцев занятий. Их сверстники из того же детского дома в Троицком выбрали немного другой вид спорта. А именно – борьбу с самбо. В этот же день они занимаются в зале. В областном Минспорте пояснили, как долго это продлится и есть ли у ребят ограничения по времени. Проект не имеет какого-либо срока. Он будет бессрочным. Сегодня мы начали и будем продолжать ровно столько, сколько желающих у нас будет заниматься различными видами спорта. Для плавания мы определили пока на настоящий момент два занятия в неделю. Для борьбы – это три занятия в неделю. В будущем организаторы проекта планируют расширить поле деятельности проекта «Тренер» на Сахалине. В идеале распространить его на другие детские учреждения и вовлекать ребят в новые виды спорта. Евгений Черемухин, Иван Гамзов, Илья Назаров, СОНС-ТВ